Друзья, я хочу, чтобы вы сказали вместе со мной, скажите, несмотря ни на что, ни на какие проблемы и ни на какие обстоятельства, скажите, но мой Бог, мой Бог, Он достоин всей славы. Аминь. И давай дадим славу Господу. Бог достоин славы. И, друзья, сегодня я буду проповедовать, я буду говорить в продолжении того, о чем мы начали с вами говорить. Это коробка передач. Не совсем духовное название, но понятное название коробка передач. И первое, что в этом участвует, название первого служения, которое я проповедовал, это был тормоз. Помните, тормоз. И никто бы из нас, тормоз, ну, это хорошая часть, никто бы из нас не хотел ездить на машине без тормоза, да? Никто бы из нас не хотел ездить на мотоцикле еще на каком-то там без тормоза, да? И в то же время тормоз иногда играет нехорошую роль. Никто бы из нас не хотел ездить на машине, у которой заклинившие колодки, да, тормозные. Или там на ручнике автомобилисты понимают, о чем я говорю, о чем я имею в виду. И, знаете, и привычки, то, о чем мы начали говорить в прошлый раз с вами, привычки, они играют либо благословение для нас, либо они помогают нам выстраивать наши взаимоотношения с Богом. Либо они играют другую часть, злую шутку с этим. Они тормозят наши взаимоотношения с Богом. И я начал говорить в прошлый раз, супруга меня на этой неделе, она меня удивляет всегда, она меня продолжает удивлять. Помните, может быть, когда я проповедовала привычка, в конце я сказал, что есть такой уникальный человек, генерал морских котиков, одного из подразделений в Соединенных Штатах, морских котиков, в чьем командовании, под чьим командованием люди делают просто такие вещи, такие трюки, которые выходят за человеческие понимания, которые заливы в ночное время переплывают и так далее делают. И он в своем одном из выступлений сказал, что большие вещи начинаются с маленьких привычек. Ну, например, как заправлять кровать. И тут я один день уехал из дому, и последний, кто сидел на кровати, был я. То есть уехал из дому, и моя супруга отправляет мне фотографию, кровать не заправленная. И она отправляет, а говорит, генерал морских котиков говорил, что все начинается с этого. Я ей пишу, прости. Она говорит, видимо, он имел в виду жен морских котиков. Но ты, говорит, езжай спокойно, я тыл прикрою. Слава Богу, спасибо тебе, дорогая, что ты тыл прикрываешь мой. Вот, слава Господу. Друзья мои, и вы помните, мы начали с вами говорить, что... Мы помним, что в Евангелии от Луки в 4 главе, когда Иисус, он находился в пустыне, и потом он вышел, и он заявил, сделал это заявление, которое мы цитируем всегда. Ду Господень на мне, он помазал меня. Помните? Но до того, как он сделал это заявление в 16 стихе, стихом раньше, Писание говорит, что он по обыкновению пришел в субботний день в синагогу. То есть мы видим, что у Иисуса были привычки, у Иисуса были обыкновения, понимаете? И вот эти вот обыкновения, они привычные вещи, они либо помогают нам выстраивать наши взаимоотношения с Богом, либо это что-то, оно тормозит нас. Сегодняшнее служение я назвал так, как сцепление. Почему? Потому что сцепление это то, что помогает нам, помогает нам иметь сцепление с двигателем, трансмиссия имеет сцепление с двигателем. И знаешь, некоторые ученые, даже те, которые, ну многие ученые вообще приходят через науку, приходят к осознанию Бога. Почему? Потому что, ну без Бога никак, все, все им живет, Библия говорит, им движется и им существует. И некоторые ученые, которые еще не дошли до такого момента, все они, никто из них не может отрицать, как такое понятие, как вечный двигатель. Вечный двигатель они называют. И нам с вами, нам как верующим людям, нам обязательно иметь вот эти вот определенные привычки, которые будут помогать нам иметь более близкие взаимоотношения с Богом. Это сцепление. Аминь. То есть, посмотрите, друзья мои, мы с вами увидели это в Евангелии от Луки 4 главе 16 стихе. Пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Еще в одном из мест в Луки 22 главе 39 стихе мы читаем. И выйдя, пошел по обыкновению на гору Илеонскую, за ним последовали ученики его. По обыкновению. У него было обыкновение молиться. Понимаете, послушайте, друзья мои, жизнь не выстраивается на вдохновение. Она не выстраивается. А, сегодня у меня есть желание, завтра у меня нет желания. Сегодня у меня есть желание там заниматься воспитанием своих детей, завтра у меня нет желания. Послушайте, жизнь не выстраивается на этом. Мы никогда не построим сильное христианство просто на вдохновение. Кто-то уже начал практиковать, читать Библию каждый день. Молиться каждый день. У Иисуса было обыкновение молиться. Есть ли у нас обыкновение? Или мы до сегодняшнего дня продолжаем двигаться по вдохновению, но есть привычки, которые выстраивают взаимоотношения с Богом. Послушайте, мы начали, мы заложили основание в прошлый раз. Мы прогласили 4 глава. Я несколько стихов прочитал из послания к Ефесянам 4 главы. Сегодня в качестве напоминания я прочитаю лишь один стих. 4 глава 13 стих. И здесь Писание говорит, «Да коли все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Понимаете, то есть Писание говорит, что мы с вами можем прийти в состояние человека совершенного. Представляете, то есть состояние человека совершенного, когда мы меняемся, когда Иисус приходит в нашу жизнь, когда мы принимаем Его как личным Господом и Спасителем, то наша жизнь, она начинает меняться, она начинает преобразовываться, да? Шаг за шагом, день за днем. Посмотрите, друзья мои, один человек однажды сказал, «Посеешь мысль, пожнешь действие. Посеешь действие, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу». Здесь привычка, она играет огромную роль в нашей жизни. Ученые говорят, что более 40% решений в течение дня человек делает автоматически. Вообще даже не обращая внимания на то, что он делает. Представьте, 95-96% многих вопросов он делает машинально. И это нормально. Послушайте, мы Богом созданы так. Это не то, чтобы это странно. Мы Богом созданы, чтобы каждый раз мы не принимали какие-то, как я должен сейчас на красный, стоит мне ехать или стоит остановиться. Понимаете, многие вещи мы делаем автоматически, мы делаем на автомате, даже не задумываясь. Но понимаете, опять же, многие ученые говорят, что основная масса привычек закладываются до 10 лет, и человек потом несет всю их жизнь. Но я верю, что когда мы получаем спасение, когда мы принимаем жертву Иисуса Христа в свою жизнь, жертвы Иисуса достаточно для того, чтобы изменить все в нашей жизни, даже на генетическом уровне. Я верю в это. Интересно, что... Покажите, пожалуйста, слайд с айсбергом. Если интересно, что... Я как прообраз взял жизнь человека. Посмотрите, айсберг. Некоторые айсберги до 80%, некоторые до 90% и более процентов находятся под водой. Понимаете, часть этого айсберга находится под водой. То же самое, как я увидел это сравнение, это как с жизнью человека. Понимаете, многие вещи, которые человек делает, то, что мы видим, порой это лишь макушка того, что сокрыто у него внутри. Того, что спрятано глубоко. То есть очень часто человек даже не понимает, почему он делает те или иные решения. На сегодняшний день, на самом деле, это та область, которая очень сильно продолжает исследоваться. Почему? Потому что если обычным языком сказать, таким доступным для нас, то когда формируются привычки, это как тропинка на нейронном уровне от одной извилины до другой. Это как тропинка, понимаете? Она прорисовывается, она прописывается. Как слышали такое выражение, не зарастет народная тропа. Вот когда она появляется в голове, человек уже делает некоторые вещи машинально, даже не понимая. Вот одна полицейская собака, собака там, ее взяли для того, чтобы исследовать. И когда она была на сносях, ее ударила машина. Ударила машина, и она после этого, она волокла ногу. То есть у нее были повреждения с ногой, и она волокла ногу. Интересно, что когда она щенилась, один из щенков у нее, так же, как его мама, он постоянно тащил ногу. Интересно, что когда врачи полностью обследовали этого щенка, у него ничего не было повреждено. Он никак, ну, ничто не должно было повлиять на то, чтобы он тащил ногу. Но где-то на подсознательном уровне он делал это, понимаете? То есть есть некоторые вещи, которые мы делаем, даже не понимая, почему мы это делаем. Ну, например, слышали вы когда-нибудь такое выражение? Когда, например, человек приходит в церковь, слышит в церкви, например, о десятине, о пожертвовании, и человек с эмоциями встает и говорит, а, да у вас здесь все вокруг денег. Да ну явно в церкви не все вокруг денег, да? И если человек присмотрится, то он увидит, да, что мы делаем массу других каких-то аспектов, которые вообще далеко не связаны с деньгами. Но человек на эмоциональном уровне, он хлоп, то есть, и он даже не знает, откуда это произошло, откуда какие-то вещи, они вспыляют внутри него, внутри происходят, и человек даже не знает, понимаете, привычки, это то, что помогает нам сделать это вот сцепление с Богом, для того, чтобы нам переключиться на другую скорость. Потому что я верю, что каждый из нас, мы здесь с вами, мы находимся те люди, которые призваны остановить какое-либо проклятие в их роду, в их жизни. Потому что Библия говорит, Бог до сегодняшнего дня, Он говорил, и Он продолжает это говорить, что я искал человека, кто встанет в проломе за землю сию. То есть люди, которые призваны остановить, может быть, в твоем роду были люди, которые умирали от алкоголя, умирали от наркотиков, умирали еще от каких-то. Ты тот человек, мы с тобой те люди, которые призваны остановить это. Кто согласен со мной? Аминь. То есть мы призваны принести благословение в следующее поколение. Допустим, в моей родове очень много родственников из мужчин не дожили старше 36 лет. То есть и я с таким небольшим трепетом, знаете, даже я уже больше 22 лет верующий человек, но я ожидал с небольшим трепетом 36 лет. Как-то я понимаю, что это демоническое влияние, там, вот эти всякие демонические воздействия на нашу жизнь. И я ожидал это с небольшим трепетом эти 36 лет. Потому что кто-то умер от алкоголя, у кого-то разложилась печень, кто-то упал, там, разбил голову, умер, с кем-то еще что-то произошло. И знаете, ну поймите, на сегодняшний день мне, ну вот уже через два месяца будет 43. То есть я прошел это, да? Но я призван быть тем человеком, на ком остановится это проклятие. В любом случае я призван быть тем человеком, кто принесет благословение, кто начнет мыслить по-другому, кто изменит. Слышали такое выражение, да? То есть если это произошло один раз, это что? Случайность. Если произошло второй раз, что это? Совпадение. А слышали третий раз? Говорит, это закономерность. Почему? Потому что человек начинает делать, он начинает делать машинально какие-то вещи, порой не понимая, почему он делает. У него возникает какая-то, может быть, агрессия, может быть, вспыльчивость, может быть, еще какие-то вещи, то есть на его внутреннем уровне, понимаете? Допустим, когда я пришел в церковь, у меня была внутренняя вот это, ну, это то, что пришло со мной с мира. Я был весьма вспыльчивый и агрессивный человек. И это то, что я притянул вместе с собой. И я помню, что как только я сталкивался с людьми, которые, ну, там, мужи божьи, служители, которые, и я помню, я просил всегда, помолитесь, пожалуйста, за меня. Потому что есть такие вещи, я иногда на каком-то этапе, ты даже не ожидаешь, и хлоп, ты вспыляешь. Но каждый из нас, мы понимаем, из-за чего это происходит, да? То есть, допустим, человек начинает, ну, парень в какой-то период времени начинает заходить на порно-сайт. Послушайте, человек, он знает, что этому способствует, что на это влияет. Да, есть определенные привычки, которые ведут к этому. Есть определенная атмосфера, которая ведет к этому. Может быть, для вас это ни о чем не говорит, но, допустим, я уходил из тех мест, где пахло растворителем. Я просто уходил. Из некоторых мест я просто убегал. Убегал, если где в магазине, где-то еще что-то. Понимаете, может быть, для вас растворитель – это ремонт. У меня были другие ассоциации, понимаете? Это напоминало, это поднимало другие чувства в моей жизни. И я не собирался ходить по лезвию ножа, там, говорить, а, какой я сильный или еще что-то. Нет, я хотел заложить другие привычки. Я хотел заложить другое основание в нашей жизни. Аминь. То же самое, как вы слышали, я рассказывал прошлое собрание. Что, когда мы хотели заложить правильную привычку в жизни наших детей, это важность и необходимость посещения воскресного собрания, воскресный день. Важность. И что бы ни происходило в жизни, какие бы ни были соревнования, какие бы ни были еще что-то, все знали в нашем доме, что в воскресенье мы идем в церковь. Мы закладывали правильные привычки. Поймите, друзья мои, мы призваны с вами просто принести другие привычки в нашу жизнь и тем самым заложить другую атмосферу в следующее поколение. Аминь. Посмотрите, что говорит Писание. Давайте я прочитаю. Библия говорит, первое послание Коринфянам, 2 глава, 11 стих. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого? Вы знаете, что внутри вас сокрыто. Вы знаете, что вас влечет к тем или иным вещам. И никто другой за вас бороться с этим не будет. Почему? Даже Бог, Он ничего этого делать не будет. Бог создал нас с индивидуальной территорией, как я говорил, с нашим личностным пространством. И Бог хочет, как мы посмотрели с вами на этот айсберг, есть вещи, заложенные где-то в корне, где-то там внутри. Определенные привычки, которые ведут нас к определенным поступкам. Помните, да, в послании к евреям, в 12 главе, в 4 стихе. Он говорит, сбросьте с себя всякое бремя и запинающий вас грех. Что происходит? То есть есть определенные вещи, которые запинают нас как бы шаг за шагом, ставя под ножку. И это определенные привычки. Как я уже говорил, это определенный айсберг. Посмотрите, что опять же, ну просто уже определенный термин с медицинской точки зрения. Что такое привычка? Сложившийся способ поведения или привычный образ мышления, осуществление которого в определенной ситуации приобретает для человека характер потребности. То есть для него это приобретает характер естества. То, что он должен так поступать, понимаете? И иногда люди, они не знают, ну почему вот, допустим, ну все было нормально в семье, все было хорошо. И хлоп, какая-то ситуация, хлоп, какая-то реакция на какие-то вещи. То есть человек взорвался. Понимаете? Но это и есть привычка. То есть почему для него это уже появляется как потребность. Это уже реально становится. То есть то же самое, как со словом. Помните? И слово стало плотью. То есть когда один день, оно должно стать плотью. То есть это должно стать привычкой в нашей жизни. Привычкой. Привычкой искать царство Божье. Привычкой читать Писание и размышлять над ним. Привычкой молиться. Когда мы закладываем правильные привычки. Помните? Да, мы с вами говорили уже об этом. Поэтому посмотрите, и привычки, которые уже потом появляются как потребности, которые побуждают совершать какие-либо действия или поступки. То есть представляете, привычные действия на нейронном уровне, они помогают нам или наоборот не помогают в нашей жизни. Посмотрите, я хочу, чтобы вы вместе со мной прочитали Иеремия, 15 глава, 19 стих. Иеремия, 15 глава, 19 стих. И здесь Писание говорит. «На сие, так сказал Господь». Скажите вместе со мной, так сказал Господь. Я хочу, чтобы вы увидели, что это именно так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восставлю тебя. То есть если ты обратишься, то я восставлю тебя. И многие из нас здесь находятся люди восстановленные. Кто такие восстановленные? То есть это люди, спасенные и рожденные свыше. С чего начинается спасение? Спасение начинается с того, что я признаю Иисуса Христа личным Господом и Спасителем. Да или нет? Это с этого начинается спасение. Но интересно, этим это не заканчивается. Почему? Потому что Бог хочет гораздо большего в нашей жизни. Сегодня мы считаем, где должен быть Бог. Ну, Бог там должен быть в реанимации, Бог должен быть в детском доме, Бог еще где-то должен быть. Но где Библия говорит, что Бог находится? Бог находится там, где Его призывают. Аминь. То есть Бог может находиться везде. Бог может находиться, как бы это странно ни звучало, в публичный дом может прийти. Он может прийти хоть куда. Он может прийти в дворец. Он может прийти в любое место, где Его ищут и призывают. То есть, если ты обратишься, Он говорит, то Я восставлю тебя. Но посмотрите следующее, что Он говорит. И будешь предстоять пред лицом Моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как Мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а ты будешь обращаться к ним. И посмотрите, здесь Он говорит. А если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как Мои уста. То есть, что хочет Бог от нас? Бог хочет, чтобы у нас появились правильные привычки в нашей жизни. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы были теми людьми, через кого Царство Божие распространяется здесь, на этой земле. Через тех людей, через кого Он являет Свою славу. То есть, не просто, чтобы мы были восстановлены и спасенными, но Он хочет, чтобы мы были теми людьми, которые смогут нести Его славу, и чтобы мы были, как Его уста. Но когда мы сможем быть, как Его уста? Только при одном условии. Если мы сможем видеть во всем, что бы ни происходило в этом мире, даже если оно совсем ничтожное, когда мы сможем видеть драгоценное. Понимаешь, когда мы сможем, когда мы в человеке видим драгоценное, тогда мы сможем послужить этому человеку, мы сможем помочь этому человеку. Аминь. Здесь у нас... Валера, Валера. Валера, ты где? Давай, иди сюда. Валера. Вот 10 лет назад. Это реальное чудо. Чудо сложилось. 10 лет назад мы приехали. Я несколько раз ездил туда на свалку, на нашу городскую свалку. Просто так. Но однажды мы просто ездил, возил там в термосе чай, пряники там покупал. Ездил, общался с теми людьми, которые живут на свалке. А однажды мы взяли камеру с собой. Ну вот чудо, знаете, чудо совпадения. Взяли камеру. Кто-то, может быть, видел этот ролик, если вы давно в церкви. Мы его делали, этот ролик. Он находится, в принципе, в сетях, в доступе. И вот мы приехали, и там был вот этот вот человек, который жил 2,5 года, да, Валерич? Он уже там тогда жил. На улице он жил гораздо дольше. Понимаете, и он находился там, и от него дурно пахло. С ним не хотелось никому бы рядом находиться. Послушайте, если бы вы встретили со мной до спасения, вы бы не то, что не захотели меня слушать. Вы бы не захотели рядом со мной быть. Понимаете? Но кто-то смог увидеть драгоценное в ничтожном. Если мы сможем увидеть Божье начало. Да, Валерич? Ничего, что я... Для меня он реальное свидетельство славы Божьей. Если я помню, там... 10 лет. 10 лет он продолжает. Он находится, он служит в социальном центре. Жениться собрался, да? Валерич, молодец! Слава Господу! Документы восстановил. Они вот даже в этом здании, они социальным центром взяли ответственность вот за... чтобы мы с вами в тепле находились. Они, в принципе, кочегарку поддерживают, топят там ее там и так далее. Молодцы! Но когда-то, понимаешь, когда мы приехали за ним, где он стоял, и мы ему проповедовали, он говорит, ну, ладно, ну, съеду, могу съездить с вами. Могу там, ничего. Сейчас, говорит, последний раз намахнул. Откуда у тебя вообще заначка была? Как так случилось? Ну, как бы история умалчивает. И он достал там, и мы были рядом с его логовищем, там реальное логовище, где он проживал на свалке, на нашей городской, вот за бывшей барахолкой в ту сторону. И все, и он достал, говорит, час, и он достал, хлоп, у нас даже на видео это есть, как он это сделал, все, и это был Валерич последний раз. Понимаете, друзья мои, но как мы можем? Мы можем только послужить кому-либо, найдя драгоценное. Аминь. Найдя драгоценное, когда, как мы можем послужить кому-то, как мы можем помочь нашим детям, как мы можем помочь нашему окружению, только тогда, когда мы увидим драгоценное, тогда Бог обещает, что мы будем как уста Его. И послушайте, это должно быть привычкой. Валер, ничего ты, он нормальный. Он, кстати, у него и с зубами все нормально, сейчас лучше, но он показывать так не хочет, стесняется. Ладно, давай, Валерич, давай, спасибо, не буду тебе. Давай дадим славу Господу за него. Замечательный человек. Да, видишь, сколько радости за тебя. Это на самом деле, это слава Божья. Поймите, друзья мои, братья и сестры, Писание говорит, в послании к евреям, он говорит, по-моему, в 4 главе 15 стих, он говорит, что чувствам навыка приучены к развлечению добра и зла. Чувствам навыка, понимаете, интересно, что когда Бог говорит это слово, сейчас я найду, да, евреям 5 глава 14 стих, он говорит, твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. То есть это уже показатель совершенства. Это показатель совершенства, понимаете? То есть для Иисуса не было, понимаете, это не было детством, что он пришел в субботний день в синагогу. Для него не было. Для него это было обыкновением, то, что он пошел на гору Илеонскую помолиться. Понимаете, это обыкновение искать Царство Божье и правды Его, то, о чем говорил Иисус в Нагорной проповеди. Это было чем привычным. В своей жизни я продолжаю искать Царство Божье. Поймите, Ион говорит, это твердая пища. То есть мы призваны заложить правильные привычки и правильное основание в нашей жизни. Когда мы можем видеть во всем, когда мы можем видеть в тех ситуациях, как я говорю очень часто, Библия говорит, что любящим Его все содействует ко благу. То есть если ты находишься в своей жизни в том отрезке времени, когда ты еще блага не видишь, значит, это говорит о том, что ты еще на пути к этому благу. Ты еще не пришел просто в это благо. Понимаешь? То есть ты на пути. И поэтому мы идем и мы должны научиться, у нас должен появиться навык, здравый навык, понимаете, который помогает, который помогает сделать нам это сцепление с Царством Божьим. Посмотрите, я прочитаю одну историю, друзья мои, драгоценные братья и сестры. Это история во всех Евангелиях. Это Евангелие от Матфея, 26 глава, 6 по 11 стих. Это история о той женщине, которая пришла и помазала Иисуса миром. Помните? И он сказал, где бы ни было проповедано Евангелие, везде будет проповедано в память об этой женщине. Потому что она сделала великую часть. Она сделала великую часть. Но поймите, друзья мои, так интересно, посмотрите, что он говорит? Что мы читаем в Евангелии от Матфея, 26 глава, 6 по 11 стих. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с салавастровым сосудом мира, драгоценного, и возливала ему, возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая отрата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумевся, ее сказал им, «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете». Почему я прочитал эту историю? Почему? Друзья мои, посмотрите, эти люди, несмотря на то, что многие, которые находились в этом доме, это были ученики Иисуса, и они ходили с Иисусом, но они не распознали в этот момент, что в этот момент есть какое-то определенное таинство, которое можно было сделать именно только в этот период времени. Вот почему я и говорю, что чувства навыка приучены к развлечению добра и зла. Если ты будешь тренировать свои чувства к определенным навыкам, к определенным привычкам, духовным привычкам постоянно, то тогда ты сможешь быть чувствителен к тому, что Бог делает и совершает. Иначе мы можем пропустить. Мы можем так же, как эти ученики сказать, к чему такая отрата времени, зачем ездить на свалку, зачем делать еще что-то. Как многие люди говорили, когда мы покупали это здание, многие открытым текстом говорили, да вы его не сможете купить, да у вас не получится, да сейчас не тот период времени. Многие открытым текстом меня спрашивали, скажите, а сколько у вас накоплений? Я говорил, 700 тысяч. 700 тысяч из 37 миллионов. Вы понимаете, но я понимал, что это тот период времени, который я, как священник и как пастор, я не могу пропустить этот тот период времени. Понимаешь, то есть есть периоды, когда ты не должен за что-то бороться, а есть периоды, наоборот, когда ты должен за что-то бороться. И ты можешь получить только при одном условии, если чувства твои приучены навыкам. Понимаешь, когда ты приучен, вот это та ситуация, за которую я должен сейчас бороться. Вот это тот момент, как некоторые отцы делают, когда сын их начинает уходить куда-то в левую сторону там, где-то как-то разговаривать с матерью там не очень там хорошо или еще с мамой. И они, знаешь, мои дети знали, что я спокойно нахожусь дома до определенного момента. Я не знаю, как вам это объяснить. Но был определенный момент, я слышал, когда разговор уходил не в ту сторону. И обычно я говорил, алло. То есть они понимали, что так с мамой разговаривать дальше нельзя. То есть, понимаешь, нельзя. То есть есть периоды времени, ты не можешь просто да ладно, пусть сын делает, что хочет, да ладно, пускай дочь делает, что хочет. Нет, чувства навыка приучены к развлечению добра и зла. Есть периоды, ты чувствуешь. Аминь. То есть очень важно, я сегодня говорю эти вещи, множество вещей, хочу сказать и верю, что Дух Святой, Он донесет свою истину до каждого из нас. Потому что время у нас ограничено, у нас еще, повторюсь еще раз, у нас причастие. Но посмотрите, друзья мои, привычка извлекать доброе, драгоценное, это должно стать естеством внутри нас. Когда мы видим эти ситуации, когда мы видим те ситуации, когда мы на самом деле можем быть внимательны. Посмотрите, друзья мои, Деяние 16, глава 13, мы опять читаем с вами интересный момент. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. То есть, понимаешь, по привычке, у них были определенные привычки. Посмотрите, в Деяние 17, главе, Павел по своему обыкновению вошел к ним. По обыкновению, для него это было нормой проповедовать. Для него это нормой было проповедовать Евангелие. Для него это нормой было искать Царство Божье. Нормой, поэтому он был чувствителен к Духу Святому. Помните, он не был допущен Духом Святым в одно место, потом в другое место. То есть, люди, которые закладывают правильное основание, люди, которые способны вот вычерпать вот это вот, знаешь, ценное, драгоценное из ничтожного. Понимаешь, когда мы можем совершать эту работу Божию, когда Бог может совершать внутри нас, когда есть эти привычные действия, и на привычном Бог совершает свои чудеса. Аминь. Привычно. Может быть, да, это обычно, что мы будем сегодня делать причастие, но мы знаем, что через это обычное, если мы относимся к этому с пониманием, если мы размышляем об этом, то Бог будет делать сверхъестественные вещи в нашей жизни. Аминь. Поэтому это очень важно, друзья мои, для каждого из нас. Мы призваны создать цепление нашими привычками с нашим Богом, с этим вечным двигателем. Посмотрите, я хочу озвучить несколько вещей. Просто несколько вещей, с чего все начинается, когда мы меняем привычки. Я начал говорить об этом позапрошлое собрание. Говорил. Я хочу еще раз, еще добавить некоторые вещи. Сегодняшнее, что создает цепление? Первая, первая часть, первая ступень, если можно так сказать, это определить те привычки, которые разрушают вашу жизнь. Назвать их своими именами. Есть привычки, которые вас ведут не туда. И вы это знаете, как мы начали. Кто знает, что в человеке, кроме Духа человеческого? Вы это знаете. Есть привычные действия. То есть назвать все своим именем. Это как с грехом. Как можно помочь наркоману, если он не считает себя наркоманом? Никак. Как можно помочь алкоголику? Никак. Алкоголику, вору, вруну, прелюбодею. Как? Покуда он не назовет грех грехом. То же самое с привычкой, понимаете? Вы не сможете изменить привычку, если вы ее не назовете своим именем, если вы ее не признаете. Вот это привычка, которая несет определенные последствия в моей жизни. Понимаете, о чем я говорю? определенные последствия. То, что мы с вами говорили в прошлый раз, мы коснулись этого, что природа, она не терпит пустоты. Вы не сможете избавиться от одного, не насадив что-то взамен. Не сможете. Помните, как Иисус рассказывал историю про беса, который вышел, ходил по безводным пустынным местам и потом возвращается, смотрит, дом пуст, выметен. Нет, мы призваны построить бастионы Царства Божьего на этих местах негативных привычек. Мы призваны построить, мы призваны встать в проломе, мы призваны принять всю ту силу Божию, которую Он дает нам. Почему? Потому что Бог, Он не вмешивается в жизнь человека насильственно. Нет ни одного человека, кого Бог спас насильно. Нет ни одного человека, кого Бог насильно заставил измениться. Ни одного. Мы должны назвать все своим именем И мы должны сказать, Господи, я хочу в этом измениться То же самое, как я однажды Я понял, что все, вот это вот Это нехорошая эмоциональная привычка в моей жизни Когда я вспыльчивый, агрессивный И я помню один день Я помню, как это Как один день я просто вышел Там произошли определенные ситуации И я знаю, что после этого я бы взорвался Я бы потерял мир из своего сердца Я бы другим людям, как минимум, украл у них мир из сердца Но я сел за руль, поехал, отъехал И просто остановился и заплакал Почему? Потому что я понял, что я свободен от этого Понимаешь, я свободен У меня нет этого другого Нет этой вспыльчивости, нет этой агрессии Что-то произошло другое На этом месте выросло что-то другое Что-то хорошее Богом данное Понимаешь? Вот, вот с чего все начинается Начинается с того, когда я называю И есть люди Которые Даже в церкви есть люди Которые они как Они то начинают следовать за Богом То потом есть какие-то Нехорошие привычки Нехорошие действия Которые увлекают их в обратную сторону Вы должны разобраться с этим Вы должны назвать это все своим именем Понимаете? Он говорит Это пища Это твердая пища И она нужна уже тем людям Которые способны к этой твердой пище Понимаешь? Как мы с вами читали в самом начале В послании к Ефесянам Чтобы мы могли стать Мужем совершенным Человеком совершенным Второе, конечно же Нам необходимо понять и осмыслить Вам легче будет сражаться с этой привычкой Если вы осмыслите Суть победы Вы поймете суть победы Почему? Потому что гораздо легче бороться с чем-то Если вы понимаете Если вы понимаете Что тем самым Вы принесете благословение В следующее поколение Аминь Принесете Допустим, ну Кто-то из вас помнит Кто-то не помнит Да, я был 130 килограмм вешал И для меня Конечно Я помню Я слышал выражение одного там христианина Я не согласен с ним Полностью Вообще никак не согласен Я помню, он сказал такое Простите уж за это выражение Он сказал такое выражение Говорит В жизни христианина есть две радости Пожрать да помолиться Я не верю Я верю, что есть гораздо больше радости Понимаешь? И понимаешь, что есть Ну как бы Я понимал, что награда За изменение моего веса Это будет гораздо лучшее самочувствие Но поймите Кушать приятнее Почему? Как пастор Антон проповедовал Лучше синиться В руке Нежели журавль в небе Когда-то там Но когда ты понимаешь Суть Почему ты стремишься Понимаешь? Когда ты понимаешь Что Бог тебя ведет В другую землю обетованную Как мы говорили В прошлый раз с вами Что есть определенные уровни Вхождения с Богом Когда ты заходишь по лодыжку Когда ты заходишь по колено Когда ты заходишь по пояс Когда ты уже плывешь с Богом Когда ты осмыслишь Когда ты поймешь это И конечно же Я по умолчанию Я понимаю, что я говорю это в церкви Я по умолчанию Я понимаю, что мы говорим это Когда мы Переживаем сердце Божье Когда мы переживаем Бога внутри нас Когда мы Осознаем вот эту вот Его атмосферу Его изменения в нашей жизни Его обновление Это то, что дает нам силы Меняться и преображаться И третье Это делать маленькие шаги Изменяя шаг за шагом поведения Маленькие шаги Послушайте Я повторюсь еще раз Бог говорит Если ты научишься Извлекать Драгоценное из ничтожного Только тогда Ты будешь как мои уста Только тогда Только тогда Мы сможем Быть представителями Его царства Здесь на этой земле Аминь Посмотрите Друзья мои Я уже буду заканчивать И это первое послание Коринфянам То место Так же Которое я озвучил На начале Вторая глава С девятого стиха Но как написано Не видел того глаз И не слышало уха И не приходило то На сердце человеку Что приготовил Бог Любящим Его А нам Бог открыл это Духом Своим Ибо Дух Все проницает И глубины Божьей Ибо кто из человеков Знает что в человеке Кроме Духа человеческого Живущего в нем Так и Божьего Никто не знает Кроме Духа Божьего Но мы приняли Не Духа мира сего От Духа От Бога Дабы знать Дарованное нам От Бога Что и возвещаем Не человеческой мудрости Изученными словами Но изученными От Духа Святого Соображают Духовное с Духовным Душевный человек Не принимает того Что от Духа Божьего Потому что он Он почитает это безумием И не может разуметь Потому что о всем Надо бы насудить духовно Но Духовный судит о всем А о нем судить никто не может Ибо кто познал ум Господень Чтобы мог судить его А мы имеем ум Христов Когда мы имеем ум Христов Тогда наши привычки Понимаешь Если у какого-то человека Нет шанса к изменениям Он заложник Тех привычек Которые насадили родители Насадил еще кто-то в его жизнь Мы с вами Мы можем меняться Потому что мы имеем ум Христов В нашей жизни Понимаешь Мы имеем ум Христов И мы призваны Как мы начали говорить с вами Мы призваны переключиться На другую передачу Да, мы начали говорить с вами Тормоз Сегодня мы говорили с вами Сцепление Следующее Мы будем говорить о Газ Газ На полной мощности С Богом Вперед Аминь Чтобы мы двигались Чтобы мы двигались По этой жизни вместе с Ним Переключаясь Чтобы мы могли переживать его Почему? Потому что мы имеем ум Христов И ум Христов Он помогает нам обновляться Он помогает нам меняться Он помогает нам преображаться Почему? То, что я вижу В жизни верующих людей Если верующие люди Они хотят Они желают Что в их жизни Меняется абсолютно все Аминь Кеннета Хейгана Однажды спросили Скажите А может ли верующий человек Иметь бесов? Кеннет Хейган сказал Верующий человек Может иметь Все, что захочет Понимаешь? Все, что захочет То есть, понимаете Писание говорит Все могу В укрепляющем Меня Иисусе Христе Все могу Когда мы принимаем Христа Тогда жизнь меняется Поэтому я верю Что мы то поколение На котором должны Остановиться Эти игры Пить Не пить Курить Не курить Понимаешь? Все Это должно остановиться Молиться Не молиться Читать Библию Не читать Это должно остановиться Должны прийти Другие привычки Должно прийти Другое основание Другая жизнь С Иисусом Христом Аминь Господи Мы благодарны Тебе Мы благодарны Тебе Божиим Мы благодарны Тебе За это время И за это слово Мы молимся И просим Господи Просто помоги Каждому из нас Помоги в нашей жизни Чтобы в нашей жизни Были другие привычки Те привычки Которые будут Помогать нам Выстраивать Наши взаимоотношения С Тобой Которые будут Помогать нам Следовать за Тобою Следовать В Твое Царство Господи Просто благослови Благослови Каждого брата Каждую сестру Благослови нас Господи В этом Благослови нас Чтобы мы На самом деле Во всем Могли извлекать Драгоценное Из всего Что бы то ни было Просто помоги Благослови Каждого из нас Правильными привычками Во имя Иисуса Христа И весь народ Скажет Аминь 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 Слава Господу Аминь 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 Аминь